Всем привет! Меня зовут Беляев Александр, я руководитель команды FinTech ВКонтакте, которая занимается приемом платежей от пользователей, выплатом разработчикам и поддержкой инфраструктуры покупок за голоса. И обо всем об этом мы поговорим в ближайших уроках. А начнем с еще одного способа монетизации вашего продукта – оплаты голосами. Его нужно использовать, когда в вашем сервисе есть какие-либо виртуальные ценности – улучшение виртуального персонажа, расширение функций мини-приложения или отключение рекламы. То есть за голоса можно купить что-то, что пользователь может сразу использовать внутри вашего сервиса. Существует две модели покупок – разовая, когда пользователь оплачивает услугу один раз, и подписка, когда пользователь оплачивает услугу регулярно, каждые 7, 30 или 90 дней. Для подписок можно использовать бесплатный пробный период – триал, по истечении которого пользователи начнут списываться голоса. В зависимости от логики вашего мини-приложения, вы сами можете определить, какой из моделей монетизации стоит отдать предпочтение, хотя никто не запрещает использовать сразу обе. Например, можно предложить пользователю отключить рекламу в мини-приложении навсегда – это будет разовая покупка. Или предложить отключить рекламу временно, в формате подписки. В следующих уроках мы пошагово рассмотрим, как реализовать оба способа в вашем сервисе. Откуда берутся голоса? Пользователь приобретает ухо ВКонтакте и может распоряжаться ими самостоятельно. Например, покупать стикеры для личного использования в чатах, или, как в нашем случае, потратить их в своем мини-приложении или игре. В итоге при покупке товара голоса с личного баланса поступают на счет мини-приложения. Может показаться, что это сложно. Но на самом деле такой подход сильно упрощает жизнь всем участникам – и пользователям, и разработчикам. Ведь ВКонтакте не просто продает голоса, а берет на себя все связанные с этим вопросы. То есть предоставляет широкий список методов для покупки, будь то карты, бонусы партнеров, промокоды, прием платежей через Google Play и многое другое. А чем больше методов оплаты, тем выше конверсия в покупку, а значит и доход разработчика. Также ВКонтакте стимулирует пользователей на покупки, например, персональными скидками на голоса. Занимается приемом платежей за границей и берет на себя вопросы комиссии платежных систем и разницы курсов валют. Кроме этого, ВКонтакте следит за соблюдением платежных политик платформ Google и Apple. Для примера, на Андроиде, согласно правил Google, в Казахстане и Белоруссии цифровые товары возможно оплачивать только через Google Play. А в России любым методом, включая СБП, электронные кошельки или U-Money. Еще ВКонтакте следит за соблюдением законов России, то есть ведет налоговую отчетность. Например, пробивает чеки в налоговой и передает их пользователям и так далее. В итоге разработчику не надо думать, как получить деньги от пользователя. Об этом позаботится ВКонтакте, а он сможет сконцентрировать свои силы на том, что именно он собирается продать. И вся бюрократия сведется лишь к небольшому количеству действий при выводе денег из приложения. О чем мы поговорим в одном из следующих уроков. Но есть несколько нюансов, о которых следует помнить. Первое. Чтобы использовать голоса в вашем мини-приложении, оно должно пройти модерацию. Второе. Вывести голоса может только главный администратор сервиса. Третье. В соответствии с правилами размещения приложений в App Store, мини-приложения, доступные в мобильном приложении для iOS, не могут продавать виртуальные ценности. Но вы можете монетизировать такие сервисы с помощью рекламы после размещения в каталоге. В приложении нельзя одновременно использовать оплату за рубли и за голоса. И, конечно, не забудьте правильно подготовить приложение для модерации, а именно подготовить сервис для тестирования платежей. Если вы не знали, как монетизировать виртуальные ценности в вашем сервисе, то оплата голосами – это то, что вам подходит.